В Канаковском городском суде вынесен приговор семейной паре. Супруги обвиняются в дискредитации российской армии и вандализме. Канаковцы Александр Мартынов и Людмила Разумова в поле зрения правоохранителей попали после размещения в соцсетях фейкового видео про российскую армию в ходе специальной военной операции на Украине. По версии следствия, фигуранты, выставив видео с недостоверной информацией, рассчитывали на его широкое распространение и громкую огласку среди пользователей социальной сети. Но и этого супругам показалось мало. Прихватив краску и трафареты, желая сформировать в сознании людей негативный образ вооруженных сил России, они осквернили здания и памятники в деревнях Макшино, Вараксино, Тишилово, поселках Мирный и Новозавидовский. Надругались даже над памятником легендарной Катюши. Ареста не пришлось долго ждать. В ходе допросов рассказали, что информацию о событиях в стране и мире получали из американского СМИ. Собранные следственным отделом по городу Конаково, Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Турской области, доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух жителей Конаковского района. В зависимости от роли каждого, они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренных пунктом Д, части 2, статья 207 Прим. 3, Уголовного кодекса Российской Федерации, части 2, статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации, публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил в Российской Федерации, а также вандализм. Приговором суда женщине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Мужчине назначено шесть лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Возможно, печальный пример этой супружеской пары заставит многих задуматься о последствиях таких незаконных поступков. В условиях информационной войны каждый из нас под прицелом западных СМИ. Их задача сбить с толку искусно поданной ложью, спровоцировать на необдуманный поступок. Не забывайте, на первый взгляд невинные интернет-дискуссии и комментарии, дискредитирующие действия вооруженных сил Российской Федерации, а также распространение в соцсетях непроверенной провокационной информации о событиях на Украине, предусмотрена серьезная ответственность, как административная, так и уголовная. В лучшем случае штраф на десятки тысяч рублей, в худшем – лишение свободы до 15 лет. Придется держать ответ по закону и тем, кто призывает к участию в несанкционированных акциях и к этому вовлекает подростков. В рамках операции «Сообщи», где торгуют смертью сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Твери, при силовой поддержке отряда спецназначения «Гром» в московском районе областного центра задержано двое мужчин при попытке сбыта наркотиков. При личном досмотре у 29-летнего и 23-летнего уроженцев ближнего зарубежья полицейские обнаружили и изъяли 10 полимерных сверков с наркотическим средством, а также банковские карты и мобильные телефоны. Наркотик молодые люди планировали распространять через тайники закладки на территории Твери. Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.